Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем наше знакомство с азбукой хасидизма и кабалы. Сегодня в продолжении темы о свете мы поговорим немножко о том, что же создает этот отражающий свет. Ответ на этот вопрос очень простой. Митсва. Митсва. Что же это такое? Митсва. Давайте попробуем разобраться с корнем этого слова. Корень этого слова имеет двоякое значение. С одной стороны, митсва – это повеление. Цивуй – приказ. С другой стороны, это уникальная противоположность этому. Цавта – это связь, крепкая связь, неразрывная связь. Цавта, цевит – это группа людей, объединенных одной задачей, которые действуют в одном направлении. Так что же такое митсва? Сейчас уместно немножко вспомнить наше детство. Совсем юные годы, совсем маленькие годы. Когда мы, маленькие дети, так сильно хотели обхватить папу двумя руками всего, завладеть им, чтобы он был посвящен только нам. Но мы же маленькие, а папа такой большой. И нам всегда было очень трудно. Нам всегда как бы не хватало. Что делал папа для того, чтобы дать нам ощущение того, что он с нами, и он рядом с нами, чтобы мы могли, да, держать его в себя? Он протягивал нам палец. Как мы пытаемся, да, поднять ребенка? Мы даем ему два пальчика, потому что он не может охватить нас за руки. Ему тяжело, ему будет больно. Но два пальчика, и он хватается, и крепко держится. И в этот момент ему кажется, что он держит всего папу. Точно так же Всевышний и мы. Всевышний как бы понимает, что он бесконечный, безграничный, не улавливаемый никаким нашим сознанием и пониманием, дает для соединения с ним, для связи с ним, для исполнения как бы идеи творения с ним, дает нам то, что называется, дает нам то, что называется митцва. Первые две митцвы, от которых, скажем, потом пошли, все остальные были даны первому человеку в райском саду. Помните, мы говорили, с этих деревьев со всех кушай, а вот это дерево не трогай, нельзя, не ешь с него. Это были первые две заповеди. Причем это не было, не имело значения тогда, какое дерево это, какое дерево то. Суть не в том. Всевышний просто указал на дерево и сказал, все с этого момента, как мы говорили в уроках о клепот, он подсоединил его к тому энергетическому уровню, который называется клепа. С него нельзя кушать. Остальные деревья кушай. Я приказываю тебе, я заповедую тебе. Я даю тебе митцву. С этих деревьев ешь. В этом была идея хранения и обеспечения райского сада. Исполняя заповедь, первый человек, как бы выполняя волю Всевышнего, тем самым притягивал свет, но с другой стороны он выполнял волю Всевышнего, и он отражал его, придавал ему еще большую силу исполнением заповедей. Заповедь запретительная, не трогай, она тоже работает по похожей схеме. От того, что я не использую этот предмет, я тоже исполняю волю Всевышнего и отражаю свет. Но поскольку я не использую, как говорят нам наши учителя хасидизма, мы имеем дело со светом нераскрытым, с тем, что мы говорили в прошлом уроке, ормаки, в окружающий свет, самый сильный свет, источник всего света. Итак, эти две заповеди обеспечивали нам связь со Всевышним. Поэтому выбрано это слово, поэтому не сказано «куда?» приказ, сказано «митсва», потому что одновременно с тем, что оно дает нам возможность исполнить волю Всевышнего, оно связывает нас с Ним крепкой связью. Не случайно повелительных заповедей 248. Такое же количество органов в человеческом теле, с точки зрения Торы, опять-таки там. Не случайно 365 запретительных заповедей, они по аналогии с 365 сосудов и жил в человеческом теле, через которых идет божественная энергия, и нарушая каждую из них, мы как перекрываем какой-то сосудик. Совершенно не случайно. Но это то, что соединяет нас с Ним, и это то, что дает нам возможность реализовать себя в этом мире. Исполняя заповедь в этом мире, человек становится как зеркало, отражающее тот божественный свет, который он притягивает этой заповедью. То есть он как бы делится с Ним. Я расскажу одну маленькую историю, чтобы с аналогией с ней была чуть-чуть яснее. История эта произошла в свое время в Иерусалиме, в Святом Городе, еще вперед, там, храма. С одним богатым человеком, который на Песах всегда исполнял заповедь пригласить за стол бедного. Как мы начинаем с этого Песах, с того, что все, кто нуждается, пусть зайдут и сядут за стол. И всегда он приглашал к себе, то есть у него был зарок, что Песах не может быть, если у него нет за столом бедных людей, которых нет возможности самим исполнить этот Песах. И он послал своего управляющего, который разведывал его хозяйством, обычно шли на рынок, там всегда собирались бедные люди, их приглашали, послал его тоже привезти, сколько он сможет бедных людей, чтобы посадить их за стол, чтобы сделать им Песах, сделать им праздник. И вот Слушка пришел на рынок, и какая-то неудача в этот год. Никого нету, всех разобрали. Он бегает по рынку, он не знает, что делать. Наконец он нашел там одного, который сидел себе там под прилавком где-то, у него кусочек мацы, полстакана кислого вина какого-то. И он сидит себе, собирается сам делать себе седр Песах. Тот говорит, пойдем ко мне, там стол шикарный, там поляна накрыта, там все будет прекрасно, слова Торы и прекрасная еда. Идем, сделаем седр. Ну чего я не пойду, вот у меня есть маца, вот у меня есть вино, мне и так хорошо. Перепирались все 20 минут, он говорит, послушай, ну пойдем, пожалуйста, если ты не пойдешь, у хозяина не будет седра. Хозяин сказал, что если у него не будет за столом человека, нуждающийся в бедном человеке, это не Песах. Идем, дорогой, идем со мной. Ага, если я иду с тобой, значит, без меня, у хозяина не будет седра, ага, тогда мы идем. Это старая притча, которая показывает нам вот всю эту идею. Человек хочет что-то дать взамен, беря от Всевышнего, так мы устроены. Беря от Всевышнего смерть, мы должны дать что-то взамен, то есть мы должны почувствовать, что мы тоже что-то даем. И поэтому Всевышний дает нам эту заповедь, митцву. Ты не только берешь то, что ты просишь от меня, ты исполняешь мою волю тем самым, и поэтому ты берешь, то есть ты как зарабатываешь все это. И это, вот этот вид связи, прямой свет и отраженный свет. Этот отраженный свет, который получается с помощью наших действий, с помощью наших заповедей о мире, имеет намного большую даже силу, чем вот этот прямой, заполняющий все свет. Спасибо вам за внимание. До следующих встреч. Момент мудрости Сколель Тора Присоединяйтесь к нам в Facebook, YouTube и не только. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...